Одна из самых больших ошибок, которую делают мужчины, когда подбирают себе куртку-бомбер, заключается в том, что они выбирают неправильный размер. И когда я подбирал себе бомбер, я понял, почему так происходит. Когда вы подбираете себе зимнюю куртку, вы рассчитываете на то, что под низ вы сможете надеть теплый свитер. Но, как показывает практика, у вас не получится подобрать таким образом бомбер из-за манжейта резинки внизу. Бомбер – это сочетание свободной посадки в области груди и, наоборот, плотной посадки в руках и талии. И этому есть историческое объяснение. Эластичная резинка на талии и запястьях должна была защищать от холода, а свободное пространство в области груди предназначалось для снаряжения, которое часто носил с собой пилот. Это мог быть пистолет, кислородная маска, карты или другие бумаги, которые могут понадобиться пилоту, если ему придется быстро покинуть самолет. Обычно пилот надевал только летный костюм, у него не было много слоев одежды. Как же добиться идеальной посадки бомбера? Обратите внимание на плечи. Не надевайте под него объемную одежду, просто наденьте бомбер и посмотрите, как он сидит в плечах. Молния должна плотно прилегать к телу в области талии, но в области груди должна быть немного свободнее. Это важно. Посадка – это самое главное. Это то, что нужно довести до идеала. А теперь немного истории существуют различия между летной курткой и бомбером. Бомбер – это разновидность летной куртки. К летным курткам относится все от курток модели А1 до курток модели А2, курток моделей B3, B6 и даже G1. Но в сегодняшнем видео мы сосредоточимся на бомбере модели А2, той самой кожаной куртки, которая является иконой стиля уже почти 100 лет. Да, господа, эта куртка была разработана в 1930-х годах для воздушного корпуса армии США. Им нужна была куртка, в которой пилоты могли бы летать на больших высотах. Куртка модели А1 была недостаточно хороша, она не соответствовала существующим стандартам, поэтому была создана модель А2. И это подводит меня к следующей ошибке, которую совершают мужчины, когда дело доходит до бомбера, у них его даже нет в гардеробе. Многие думают, что это просто модное веяние. Господа, эта куртка существует уже почти 100 лет. Да, у нее есть свои плюсы и минусы. Да, если вы купите себе хороший классический бомбер, который хорошо выглядит и сидит на вас, то могу с легкостью заявить, что он будет в моде еще 50 лет. Небольшая историческая справка. Кровавые талоны бомбер модели А2 были очень сильно связаны. Что же такое кровавый талон? Это часть военного снаряжения, которую пилоты всегда имели при себе, когда совершали вылет в стране, где не владеют английским языком. В нем просилось о предоставлении безопасности пилоту и вознаграждении для человека, который нашел пилота. Кровавые талоны впервые применялись британцами в Первой мировой войне, но во Второй мировой войне они стали известны благодаря летающим тиграм. Летающие тигры – это американские летчики, которые отправились в Китай и участвовали в Китайско-японской войне до того, как Соединенные Штаты официально вступили в эту войну. На этих кровавых талонах было написано по-китайски «Я американец, мой самолет уничтожен». Я не могу говорить на вашем языке, японцы мои враги, пожалуйста, дайте мне еды и отвезите меня на ближайший военный гарнизон. Вы будете вознаграждены. Если вы вдруг окажетесь на барахолке или в секонд-хенде и найдете бомбер с кровавым талоном, то сразу хватайте его. Это очень редкая и ценная вещь. Итак, господа, если вам понравилось данное видео, вы любите немного исторической справки и классическую мужскую одежду, то нажмите кнопку «Нравится». Следующая ошибка, которую совершают многие мужчины, когда пытаются подобрать образ под бомбер, заключается в том, что они неправильно подбирают брюки. Существует масса вариантов, и я не говорю, что один вариант лучше другого. Вы можете надеть чиносы, либо джинсы, но не шорты. Но многие мужчины предпочитают брюки карго. Не делайте так, пожалуйста. Карманы есть и в бомбере. Также не рекомендую зауженные и наоборот свободные джинсы. Возьмите лучше джинсы прямого кроя, можно даже чуть укороченную модель. Можно надеть свободные джинсы, но не совсем шаровары, потому что такую куртку не получится сочетать со всем. Возможно, лучший совет, который я могу дать вам прямо сейчас, и его можно применить к любому типу одежды, это смотреть на себя в зеркало в полный рост. Это позволит вам лучше рассмотреть свой образ. И это то, что нужно делать, когда примеряешь бомбер, потому что он сидит свободно в области груди, но более облегающий в области талии и в запястьях. Из-за этого можно неправильно подобрать штаны, особенно если они свободные или наоборот узкие. Это может испортить весь образ. Опять же, повторю, джинсы прямого кроя, может быть, немного укороченные или немного облегающие, но никак не зауженные. Давайте поговорим о формальности. Бомбер – это повседневная одежда. Даже в военных кругах он считается повседневной одеждой, особенно если у вас есть нашивки на нем. С левой стороны бомберы обычно располагаются нашивки, если вы служили в ВВС США. Если вы служите в военно-морском флоте, нашивки будут располагаться здесь. С правой стороны нашивки эскадрильи. В военно-воздушных силах или по-другому в диванных войсках их меняют в зависимости от того, в какой эскадрильи служат. Ладно, я шучу, я люблю ВВС. В военно-морском флоте наоборот они присоединяют нашивки в зависимости от того, в какой эскадрильи служат, потому что каждые пару лет обычно они меняют эскадрильи. Поэтому можно увидеть нашивки, идущие вниз в ряд. В целом, все, с чем вы носите бомбер, будет повседневным образом. Допустим, вы носите его с рубашкой, и у вас есть серые фланелевые брюки. Вам нравится ваш внешний вид и как это сочетается. Но из-за этого ваш образ потеряет деловую стиль. Следующая ошибка. Многие мужчины покупают дешевую куртку. Дело в том, что каждый сможет определить, что это искусственная и дешевая кожа. Это очень просто сделать, да и выглядит она не очень хорошо. Исторически сложилось так, что бомбер модели А2 изготавливался из различных видов кожи, потому что он производился различными подрядчиками и компаниями на протяжении многих лет. Изначально использовалась дубленая конская кожа. Конечно, также использовалась и коровья кожа, и даже козлиная кожа. В 1988 году ВВС США перевыпустили бомбер модели А2 из козлиной кожи, и она была доступна только избранным. В двух словах, вы должны пройти спецкурсы. И, к сожалению, на бомберы не разрешалось наклеивать кучу нашивок, чтобы это выглядело действительно красиво. Я не собираюсь рассказывать, что одна кожа лучше другой. В целом, козлиная кожа мягче, эластичнее, но она не такая прочная. Мне очень нравится коровья кожа. Конская кожа будет намного жестче и толще, но в любом случае убедитесь, что это кожа, а за ней нужен уход. При уходе даже через 50 лет она будет хорошо выглядеть. Следующая ошибка – это неправильный выбор цвета. И это относительно просто. Выберите тот цвет, который уже есть в вашем гардеробе. Вы хотите, чтобы бомбер сочетался со всем, что у вас есть. Большинство бомберов, которые вы увидите на улице, будут коричневых или темных цветов. И опять же, возвращаясь к тому, что они выпускались на протяжении многих лет разными производителями и были разных цветов, так же и с кожей. Каждая куртка будет отличаться друг от друга. Но нет ничего плохого в том, чтобы купить черный бомбер. Если все куртки и пиджаки в вашем гардеробе черные, обувь черная, вам действительно нравится этот цвет, то носите его, потому что, выбрав подходящий для вас цвет, вы сможете носить его с уверенностью, потому что вы знаете, как он на вас смотрится. Я уже говорил об этом ранее, но я хочу убедиться, что вы запомнили, про что я говорил, а именно не надевайте много слоев одежды под бомбер. Исторически сложилось так, что люди просто надевали его подлетный костюм. Мне нравится носить его с рубашкой Хенри, футболкой, либо с футболкой с длинным рукавом. Под ним должно быть что-то легкое, потому что, на мой взгляд, так бомбер будет смотреться очень хорошо. Если наденете много одежды, то руки будут выглядеть большими и вам будет жарко. Нужно понимать, что это не зимняя куртка и она не подходит для минусовой температуры. Зимой нужно носить парку. Я считаю, что бомбер это легкая куртка и нет ничего плохого в том, чтобы иметь легкие куртки в своем гардеробе, особенно для тех, кто живет в Калифорнии или, может быть, в Техасе. Да, я знаю, что иногда в Техасе бывает холодно и вы не готовы к этому. Но иметь такую куртку – это просто великолепно. Вы надеваете ее, вы выглядите прекрасно и чувствуете себя комфортно. Если вы много времени проводите в дороге, то это отличная куртка, потому что она эластичная, она ничего не задевает, когда вы садитесь в машину и выходите из нее. Часами можно похвастаться, да и вообще он выглядит классно. Следующая ошибка, правда, не все со мной согласятся, но я люблю носить бомбер нараспашку. Это одна из немногих курток, которая выглядит красиво не застегнутой. Я застегиваю куртки стоя, либо когда хожу, особенно спортивные куртки, но бомбер лучше всего смотрится, когда он расстегнутый. Тем не менее, вы должны быть уверены, что сможете застегнуть его в плохую погоду, если стало холодно. И куртка – это средство защиты, а не элемент образа. Но когда речь идет о том, чтобы хорошо выглядеть в куртке, если, например, вы собираетесь идти на встречу с женщинами или друзьями, мне очень нравится, когда она просто расстегнута. Это беспроигрышный вариант. Кроме того, мне очень нравится, когда образ состоит из однотонных вещей и не перенасыщен различными узорами и цветами. Образ бомбером самодостаточен. Я думаю, такой образ будет выглядеть хорошо и не будет привлекать внимания, поэтому не нужно надевать рубашку, которая бросается в глаза. Выбирайте простые темные цвета. Это простой и красивый образ. Итак, какое видео стоит посмотреть в следующем? Как насчет другой классической вещи пилота – шарфа, и как его правильно носить? Многие мужчины даже не пытаются носить шарф. Джентльмены-пилоты и многие другие люди на протяжении многих лет носят шарфы. Советую посмотреть это видео и узнать много нового.